Вот, наконец, вчера вечером встретил я день Там, где тревожно стучат, гудят поезда В свой вагон машла она, улыбнулась из окна О, и стронула я вслед, лишь рукой помахал ей в ответ Радиозвезда Теперь буду знать Добрый день, а до улицы Жуковского подвезете? Садитесь Улица Жуковского, а в честь поэта, что ли, ну, который и романтически писал, и гимн первый сочинял Да нет, это вроде в честь другого Жуковского-то А вот первый гимн, кстати, вовсе и не поэт Жуковский-то сочинил Его Державин придумал Боже, царя, храни Державина, что-то Нет, первый гимн назывался «Гром Победы, раздавайся» Ого, да, правда, он был неофициальным и просуществовал совсем недолго А до 18 века гимнов не было, вообще, в принципе, не было И все торжественные церемонии тогда сопровождались только, исключительно, церковными песнопениями Да, вот что-то про Державина я и не знаю А он, оказывается, не до кого-то писал Хм, ну да, тогда ведь была одержана крупная победа Войска под командованием Суворова захватили неприступную крепость Измаил Вот, Державин вдохновился и как очень в этот гимн, как на песок Да, понятно, это вторая турецкая война Ну, точно, да А вот с конца 18 века уже в большинстве европейских государств монархов встречали под звуки английского «От сэмзэ куин», то есть «Боже храни королеву» Александр I очень Англию любил, ему все это английское нравилось, в общем, англофимно Понятно, поэтому гимн «Боже храни королеву» переделали на «Боже царя храни» Точно, и после войны 1812 года утвердили как раз уже у нас в России Как символ вроде анти-наполеоновской коалиции И вот как раз Жуковский и придумал слова для этой русской версии И опубликовал под названием «Молитва русских о» А, я даже слова помню там «Боже царя храни славному долгие дни» Ну да, а спустя 17 уже лет после этого Николай I поручил тогда очень известному другому композитору, музыканту, там, Алексею Львову написать опять новый гимн Ну, тот, сочинив мелодию, пошел к Жуковскому и говорит «Слушай, Жуковский, напиши стихи» И поэт быстренько приспособил под новую музыку те же самые слова «Боже царя храни» И что там было другие были? Ну, немного другие, но строчка «Боже царя храни» она осталась А дальше я помню, Марсельез Точно, после февральской революции в качестве гимна использовали Марсельез Ну, а уже потом гимном стал «Интернационал» А дальше и гимна с звалами Жуковского Да, и на музыку Александрова Этот гимн впервые-то прозвучал на радио в ночь на 1 января 1944 года Ну, кстати, сказал поздно уже, 1944 года Потом слова переписывались, какое-то время гимн же вообще без слов был У нас с 2000 года утвержден официальный государственный гимн Российской Федерации Который, собственно говоря, и остается нашим гимном и по сей день Да, я когда этот гимн слышал, сразу просто встать хочется Все-таки будут обо мне эти чувства патриотические Ну, вот давайте и остановимся, вот мы тогда встанем Теперь буду знать Радиозвезда Интересное 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 В этом году режиссер Сергей Эйвенштейн приступил к работе над фирмом Иван Гройн Снимали в эвакуации в Алматы Декораторы вырезали из картона стены московского Кремля Из фанеры построили храмы и соборы Даже царские хоромы и гранавитую палату Кто так сильно пошевал, колоколами разводил Сильнее всего было костюмеров В тяжелое военное время вдали от складов киностудии Небо что было одеть Бояр, Амбричников и самого Ивана Гроза Выучили киношников сотрудники московских музеев Их тоже выкунировали в Алматы В частности, родишки Они достали старинные наряды, шубы, царапаты Ирина Эйвенштейна, Эйвенштейна Редактор субтитров А.Семкин